Уважаемые коллеги, если кто-то слышал на прошлой конференции мой доклад, то там я рассказывала о феномене уверенности в решениях. Принятие решения – это ключевое звено любого акта человеческой деятельности и любого акта поведения животных согласно теории функциональных систем Анохина. И три основных характеристики принятия решения – это его правильность, ошибочность, измеряемая процентом правильных ответов, время решения, измеряемое временем реакции, в простом случае, как правило. И третья характеристика – это степень уверенности человека в том, что его решение принятое было правильным. И эта степень уверенности оценивается тоже в процентах по второму ответу субъекта. Обычно испытуемый отвечает на первый вопрос задачи, который повторяется многократно в вопросниках, и много вопросов, и много проб задач всех физических. По первому ответу оценивается процент правильных ответов оценивается, а по вторым ответам наблюдатель и субъект испытуемый оценивает степень своей уверенности в том, что первый ответ был правильный. Степень уверенности по предложенному числу категории уверенности. От минимального, от двух категорий уверенно, сомневаюсь, до самой плавной процентной шкалы оценки уверенности. И тогда процент правильных ответов по первому ответу, он называется пикорок, процент правильных ответов, сравнивается с процентом уверенных ответов, и если полное соответствие, точное соответствие, процент уверенных ответов соответствует точно проценту правильных, диагональ, координатную плоскость, тогда человек адекватно оценивает свою правильность. Но это крайне редко бывает и нетипично, а чаще всего бывает либо недостаточная уверенность, когда реальный процент правильных ответов высокий, а процент уверенных при этом низкий. Либо еще более типично, сверхуверенность, когда соотношение противоположное. Уверенность большая, уверенность, а правильность ей соответствующая маленькая. И вот эта неадекватность, перекосы в оценке своей уверенности, и заставляет исследовать уверенность как важнейшую компоненту принятия решения. Потому что если человек будет неадекватно оценивать свою уверенность, если будет недостаточной уверенность, то тогда решение будет замедляться. Вот, и к ошибкам тоже может приводить, ну хотя бы большее замедление. А если сверхуверен человек, то решение может приниматься быстро, зато ошибки могут быть достаточно чисты, что опасно в ответственных ситуациях, в рискованных. И мы изучаем, экспериментально изучаем принятие решения и уверенность в нем, и занимаемся разработкой математической модели принятия решения и уверенности. При этом, значит, что касается нашей модели, о ней, я надеюсь, расскажет автор модели, значит, мой соавтор, с моим участием она разрабатывается, но разработчик-математик, который, я надеюсь, на следующей конференции расскажет. Я же расскажу сегодня о существующих к настоящему времени моделях принятия решения и оценки уверенности. Все они разработаны за рубежом. В отечественной науке, вот, Валентина Михайловича Шиндябинова впервые такая модель разработана. Существующие модели все зарубежные. При этом, большей частью, они разработаны на материале сенсорных задач по другого типа, потому что наибольший интерес представляет изучение принятия решения в ситуациях с неопределенностью, где в силу дефицита входной информации, либо наоборот, ее избытка существует вот этой неопределенности, потому решение принимать трудно, но необходимо. И вы это все знаете, в жизни нам приходится на каждом шагу принимать решения, несмотря на неопределенность ситуации. Так вот, удобной лабораторной моделью изучения задач с неопределенностью являются сенсорные задачи порогового типа, где неопределенность вызвана острым дефицитным входной сенсорной информацией. Удобны они потому, что для их исследования разработан строгий психофизический аппарат и экспериментального исследования, и дальше статистического анализа. Так вот, если говорить о моделях, то я работаю в психофизике всю свою жизнь, в общем, 45 лет у меня, стажа, и психофизика, строгая, очень математизированная область психологии, вы знаете, в ней моделях количественных очень много. И, должна сказать, что опыт работы с этими моделями, хотя это все сложно, да, очень, математики, но он убедил меня, и это действительно наглядно, все, кто вместе с ними работал бы или работает, понимают, насколько они информативны, что действительно построение моделей — это, пожалуй, высший уровень исследовательских стратегий, поскольку модели позволяют проникнуть действительно во внутренние механизмы явления. Я надеюсь, вы увидите сегодня это из тех примеров, которые я буду приводить. И, что чрезвычайно важно, модели позволяют прогнозировать динамику развития, динамику будущего функционирования изучаемого явления. Так вот, значит, о модели принятия решения с оценкой уверенности, разработанной прежде всего к сенсорным задачам парового типа, как правило, это на материале развлечение близких по величине сенсорных сигналов, а также, далее уже, конечно же, для более сложных задач сенсорно-перцептивных, задач, связанных с функционированием памяти, а также для более сложных жизненных ситуаций. Таких моделей три основных класса. Я их буду рассказывать по материалам своего и других обзоров. Первый класс, о котором я хотела бы сказать, — это динамические модели. Здесь я вот очень простую схему нарисую. Это модели достаточно уже старые, в середине 20-го года появившиеся, многие, может быть, слышали, модели случайных бужданий и родственные имя. Значит, процесс принятия решений, почему они называются динамическими? Потому что процесс принятия решения, сколь бы кратковременным и свернутым он ни был, он, тем не менее, в модели разбивается на последовательные шаги решений. И, значит, это все модели альтернативного выбора, где принятие решения понимается как выбор из какого-то конечного, как правило, числа альтернативных. Сразу должна оговориться, когда, значит, я это все изучала и писала, были возражения и в литературе, и устно, что далеко не все принятия решения у нас сводятся к выбору из заданного числа альтернатив. Безусловно, принятие решения в сложных мыслительных задачах, конечно же, связано с тем, что альтернативы не всегда заданы, но в процессе мыслительного поиска субъект их ищет. Но на конечном этапе, когда альтернативы найдены, все равно приходится выбирать либо из найденных альтернатив, либо просто, даже если она одна, принимать ее или нет. Теперь, и по этому поводу у нас был с профессором Корниловой, который занимается принятием решений, классиком исследованием принятия решения, особенно на материале мыслительных задач на вкусе психологии Московского государственного университета. Вот у нас с ней были, значит, по этому поводу споры, она, значит, не склонна была рассматривать принятие решения как выбора из альтернатива. Тем не менее, уже в своей книге 2003 года, где она с этим спорила, она в конце концов все-таки пришла к тому, что да, нельзя ответить выбор из альтернатива. А уже в своей последней книжке 2010 года, как принятие решения, она просто напрямую пишет о принятии решения как выбора из альтернатива. Сама эта парадигма Тверский, Каннуман, известных зарубежных последующих исследований, а не от нас принятия решения. Вот, это вот, значит, да, и вот еще спор тоже у нас, значит, исследователь, занимающий, занимающий моральными решениями, вот профессор Знаков, профессор Барушлинский покойный, его аспирантка темного десертанка, тоже моральные решения, не всегда выбор из альтернативы. Для человека совестливо не может быть альтернатива там предать, да, или умереть. Но тем не менее, даже если он сидит в тюрьме, а вот ему завтра умирать, и он может не умереть, да, если он предаст, как бы, нет для него, для человека высокоморального такого выбора. В действительности выбор все равно остается, он остается. И даже если одна альтернатива, все равно не принимать альтернатива. Ну, может быть, спорить, но так или иначе, тот класс задач, который изучает, модель, о которой я буду рассказывать, это принятие решения, какую бы альтернативу. Причем, должны сказать, что мы это принятие решения и уверенности, сомнений изучаем не только на человеке, но и на животных, но при этом, конечно, сомнения или уверенность, это субъективное переживание человека в степени, скажем, рефлексия, рефлексия субъекта относительно правильности в простом случае или полезности, или успешности своих решений. У животного такого субъективного переживания, мы не знаем, есть или нет, но у него есть, и мы по поведенческим проявлениям изучаем, колебания в процессе принятия решений. У животного. И вот про это я очень надеюсь, что на следующей конференции расскажет автор этой работы, но эспирант. Вот, да, у животных, там, не можно сказать, субъективно переживать, но колебания, по поведенческим проявлениям, где-то зачатки сознания, у нас, что ли, ну, что ли, ну, рефлексия животных, в частности, реакция на свое отражение в зеркале, уже не только для обезьян, но и для кошек и собак, известная. Я опланировала диссертацию, я достаточно уверена нам утверждать. Вот, значит, мы как выбор из альтернатив. И колебания, и у человека сомнение можно представить как колебания. И этот механизм в одной из моделей тоже, значит, вы имеете в виду. Это же обычная французская ситуация. Не говоря, что нахуй жизнь губят варианты и необходимость выбора из вариантов. Именно. Вот это тот самый избыток информации, который вызывает неопределенность. Недостаток информации один вид неопределенности, а избыток информации другой вид неопределенности. И в нашей нынешней жизни действительно избытка информации может быть часто и больше. И мы в нем плаваем, и нам трудно принять решение в силу этой неопределенности. Так вот, динамичный, первый класс моделей, это динамические модели, когда каждый, пусть небольшой процесс решения, разбивается на последовательность шагов. Я почему сказала про альтернативу? Вот для простого случая схема, вот этот, просто это классический класс моделей случайных блужданий. Вот исходная точка стахастического пути. Полагается, что механизм принятия решения блуждает из исходной точки в выборе альтернативы А или Б. И на последовательных микрошагах этих стахастических путей в пользу той и другой альтернативы, они, значит, та и другая, как очередуются, копятся, накапливаются, приобретаются субъектом или механизмом принятия решения, свидетельства, как бы, порции информации накапливаются в пользу той и другой альтернативы. Вот они копятся на счетчиках-аккумуляторах, в модели эти счетчики-аккумуляторы, значит, и зашиты. И суммы свидетельств, суммы свидетельств в пользу альтернативы А и суммы свидетельств в пользу альтернативы Б накапливаются и сравниваются эти суммы свидетельств. Баланс свидетельств оценивается. Та альтернатива, порог, как и для каждой альтернативы, есть порог суммы свидетельств, пороговая величина суммы свидетельств, При достижении которой, значит, это альтернатива принимается. Если в пользу альтернативы А порог достигается раньше, сумма свидетельств накопленных, ну тогда это принимается, а если в пользу альтернативы ВТУ, то это. И тогда уверенность субъекта в принятом решении, в случае модели случайных блужданий, оценивается как разность сумм свидетельств в пользу этих двух альтернатив. Вот то, что я говорила о внутреннем механизме принятия решения. Почему модель? Это, конечно, модельный, умозрительный, может быть, конструкт, но он, конечно же, математически обоснован формулами. Проведены экспериментальные верификации моделей. Поэтому это все не просто математика. Но главное, что пусть простой такой, но все-таки механизм принятия решения, как накопление свидетельств и оценка баланса есть. И этот механизм потом в очень большом количестве моделей дальше используется. А в другом варианте этой модели, в таком варианте, значит, она, модель выборочных окон, что же мы говорим, а цель, уверенность, да, в случае модели случайных блужданий как разность, а в случае модели окон, как отношение разности суммы свидетельств к сумме. Сумма свидетельств в пользу А и плюс, значит, сумма свидетельств в пользу альтернатива В. Значит, два варианта, как разность, либо отношение разности к сумме. Это, что касается динамических моделей. Следующий класс моделей — это нейросетевые модели. Это более сложный класс моделей, которые используют аппарат формальных нейронов. Их тоже очень много. И они, значит, уже разработаны, эти модели, уже для более сложных сенсорно-перцептивных задач, очевидно, только сенсорных, но и сенсорно-перцептивных задач, для задачи узнавания, предпочтения многомерных стимулов, а также для когнитивных и жизненных задач. Вот он сегодня, вот этот нейросетевой подход очень интенсивно развивается, в частности, объединенная с динамическим. Это модели адаптивного фильтра, который описывает работу механизма памяти при узнавании сложных перцептивных паттернов. Дальше модель, вот, кстати, вот, если говорить о модели случайных глужданий, то там еще вот какие-то два варианта. Либо два аккумулятора для каждой альтернативы, либо общий аккумулятор С, где копятся те и другие свидетельства с плюсом и минусом, но все равно считается потом общая сумма с плюсом и минусом взвешиваться. Это просто два варианта. Так вот, развитие вот этого вот аккумуляторного подхода, потом уже более обобщенную аккумуляторную нейросетевую модель вылилась. И там для идентификации, для каждого, ну, в общем, короче, для многих альтернатив, для каждой из которых есть уже свой аккумулятор, уже не только две альтернативы, много альтернативные, с несколькими аккумуляторами, и с несколькими аспектами еще. Вот, сейчас вот я одно слово еще добавлю. Так вот, вот одна из моделей нейросетевых, израильская, там не только много альтернативный выбор, но у каждой альтернативы еще много аспектов. И тогда это для таких сложных жизненных задач, как, например, выбор работы. Альтернатив много, и у каждой альтернативы много аспектов. И вот тут, и вот тут, процесс принятия решения описывается, и уверенность, точнее, уверенность описывается, как колебания между альтернативами. Они, конечно, не периодические могут быть, с разной там, естественно, дисперсией, но уверенность, уверенность характеризуется, как величина пропорциональной числу колебаний. Вот этому числу колебаний. Вот это вопрос о том, что сомнения, сомнения, точнее, или степень уверенности, описывается как колебания. Это я к вопросу о том, каким образом модели все-таки приближаются, пусть в абстрактном виде, но к представлению о том, как может выглядеть механизм, внутренний механизм принятия решения. Либо это накопление свидетельств, да, и сравнение их баланса, либо это колебания между альтернативами. И тогда вот меры уверенности тоже вот такие вот могут быть. Это соединительные и это и это. Да, они и соединяются тоже. Соединяются. Мы не хотим спросить. Про эти две альтернативы, да, где-то быстрее достигается пороговое значение, то и принимается. А есть экспериментальные, например, они же высчитываются, в числах выражаются пороги, да, если вдруг один равен другому. Бывают такие случаи? Тогда, когда, какую, что принимается-то, да, если есть. Я что-то такого не встречала, это надо подумать. Здесь одинаковые. Диссонансы. Вот там, что в этом случае было. А, есть ли вот такие, да, при этом вопросе, да? Одинаковые, одинаковые. Надо будет спросить, если есть у вас спросить. Сейчас я подумала. Умерли они почти, почти все многие авторы моделей. У них нет в живых. Кое-кто остался. Это, в смысле, хороший вопрос, да. Вот. Ну и сразу к этому вопросу. Да. А взвешиваются ли эти альтернативы? А, не получше. Что взвешиваются? Взвешиваются ли эти альтернативы? Да. Нет, не альтернативы, а взвешиваются суммы свидетельств. Нет, что с каждой свидетельств не взвешивается? Каждая сама по себе. Вот. Значит, вот тут, спасибо за вопрос. Дело-то вот в чем. Что наполнение информационной содержательной категории свидетельства очень слабо разработано. Именно поэтому, вот, Валентин Михайлович Шельдяпин, который сработал нашу отечественную модель, он-то прежде всего этим и занялся. Вот наши всегда этого не очень забыли. Да ладно, нет. Там такие слова, там такие верификации. Но этого вот они, да, вот содержательного наполнения категории свидетельства почти что нет. Есть одно, сейчас расскажу, да. У него это, вот он специально, вот он человек с физическим образованием, он другого не может. И вот он разработал именно формулы, от чего зависят, ведь там три составляющих, и три составляющих там, зависящие от правильности, от полезности, от успешности, от цели субъекта. Для трех разных целей ориентации, то есть цель получить наиболее правильный, наиболее полезный, когда платный штраф за счет, да еще с порогом, вот разные варианты целей, разные варианты моделей, разные категории свидетельства. Вот как там было вот видно. Правильно я понял, что вы сказали, что веса таким образом как-то учитываются, да, вот там три параметра, предположим, есть. Это в модели, да, там вот эти три компонента, от чего они зависят, и в модели это разработано. Вот формулы вычисления величины свидетельства в зависимости от трех ее составляющих. Это вот в этой модели нашей, в которой я надеюсь, что она сейчас живо будет в конференции. Величина свидетельства или веса одно и то же? Что одно и то же? Величина свидетельства или веса. Да, ну да, в общем да. Так вот, а как эти свидетельства были моделированы в классик вот этого аккумуляторного подхода, к сожалению, покойный австралийский профессор Викер. В Австралии потрясающе сильная психофизическая школа. Три просто классика, но одного из которых, к сожалению, уже нет. Его монография «Decision Process», процесс решения восприятия в 80-х годах. Она вообще просто классика из классика на Западе. Так вот, вот он как моделировал эти свидетельства в эксперименте. Сенсорный эксперимент, испытуемый сидит, ну, сенсорный перспективный, смотрит на экран, справа и слева зажигаются лампочки. И он должен ответить в каждой пробе, с какой стороны лампочек больше. И выбрать в каждом ответе альтернативы, право или лево, право или лево. И, соответственно, количество лампочек справа, количество лампочек слева, это и есть сумма свидетельств в пользу той и другой альтернативы. Вот такой простой экспериментальный модель, который показывает, что такое эти свидетельства в экспериментальном плане. И теперь третий класс моделей, самый крупный, это модели, основные на теории обнаружения сигнала. И вот тут можно включить презентацию. Теория обнаружения сигнала это одна из базовых моделей психофизики. И вот я лично, работая в психофизике всю жизнь, более красивой, более информативной модели вообще не встречала нигде, я, может быть, многие мало знают. Но это настолько, настолько информативное, настолько много объяснений еще. И вот на базе теории обнаружения сигнала разработаны, в частности, модели принятия решения с оценкой уверенности. Так, это вот, да, это у нас как-то теория обнаружения используется. Вот, все, вот следующее, на картинку что-то. Вот, значит, самая вот короткая и вот развитие теория обнаружения, на фоне, значит, стандартная ситуация, она в радиотехнике исходно была разработана, это ситуация обнаружения слабого сигнала на фоне шума. Описывается двумя нормальными распределениями. Левое, это распределение шумовое, это белый шум, гаусс, это нормальное распределение. В наушниках простой вариант, подается белый шум. А потом, на фоне этого белого шума, подается тональная посылка, сигнал большей громкости, обычно по громкости, которая описывается таким же нормальным распределением, с той же дисперсией, ну, сдвинутым по оси величин стимула, и дальше, там прямой перенос, так в общем допускается, что описание стимульной картинки, вот это... Нормальное распределение. Нарушение, это какие-то тороговые... Это сейчас я скажу. Значит, это на абсциссии, значит, в исходном случае, величины стимула, то есть громкости, по возрастанию, на ординате плотности вероятности мгновенных значений, подаваемых стимул, значит, белого шума. Ну вот оно, нормальное распределение со своей модой или средним, и дальше нормальное распределение уже сигнала на фоне шума, которое имеет ту же самую дисперсию, нормальный характер, но сдвинутого среднее для шума, а это среднее для сигнала на фоне шума. Конечно, оно выше, потому что это уже прибавка. А что касается сенсорной уже схемы, сенсорного впечатления, то это та же самая, такой прямой перенос, та же самая схема. Левое распределение, распределение мгновенных значений сенсорных впечатлений при предъявлении шума, правое распределение, это распределение сенсорных впечатлений при предъявлении сигнала на фоне шума. И когда среднее распределение близкого друг к другу расположено, сигнал и шум, или два сигнала для развлечения, близкого друг к другу порогового развлечения, то тогда наблюдатели трудно, а в каждой пробе надо ответить, в каждой пробе, в простом таком примере, предъявить либо сигнал на фоне шума, либо шум, и наблюдатель должен сказать, что было, сигнал или шум, и так много раз, как в любом психофизическом эксперименте. Ему трудно принять решение сигнала или шум, почему? Потому что, видите, какая большая область перекрытия, то есть каждое значение сенсорного впечатления, в принципе, они же ассимпатически приближаются к абсциссии, то есть любая точка на абсциссии, любая точка, любое значение сенсорного впечатления может быть вызвано как сигналом, так и так, как членом, так сигналом. И наблюдатель для того, чтобы принять решение, вынужден принимать так называемые критерии принятия решения, как разделяющую границу, разделяющую границу, границу на оси своих сенсорных впечатлений. От асинкротора и здесь на двух, здесь почему одно распределение? Потерстану еще. Мы можем от двух распределений сигнала, шума и сигнала на функцию, перейти к одному распределению разности. Вот это дифференс. Разность между двумя этими распределениями, которые тоже будут иметь нормальный характер. Но на самом деле, вот здесь странно, почему автор ту же самую дисперсию. Обычное распределение разностей, более, больше потерстану, по крайней мере. Ну ладно, пускай у него тут, Миша, это Феррел, а вот там, да, побыстрее, да? Все. Так вот. И наблюдатель попопулярнее, если можно, у нас все-таки гуманитарное... Хорошо, да. Так вот, для того, чтобы принять решение, наблюдатель вынужден принять критерии принятия решения. И если его сенсорное впечатление попало больше, чем критерий, он говорит, да, был сигнал. Если влево от критерия, нет, был только шум. Вот это основная сенсорная сенсорная. И дальше вот эта часть. Как строится большая часть модели, основанной на теории обнаружения сигнала? Значит, у наблюдателя имеется вот это распределение различия сенсорных впечатлений, то есть стандартная ситуация различения в диске перечислениях. И он должен, значит, принять решение мало этого, а вот когда оценить уверенность, то в теории обнаружения сигнала основные три метода, три классических метода Пармова-Куффеклера, в три метода в теории обнаружения, вот один из них, так называемый, рейтинг или оценку уверенности. Когда наблюдателю предлагается несколько категорий оценки, вторые, ну, и один даже первым ответом. Значит, он не говорит, да или нет, был сигнал или шум, а он прямо первым ответом отвечает, какова с его точки зрения вероятность того, что был предъявлен сигнал, а не шум. А невероятность обычно, а заднее число категорий дают. Обычно там шесть категорий. Ну, вот здесь вот у него больше категорий, там в сторону правильных ошибочных, это не так важно, важно вот что, что задаются вот эти категории ответа, например, шесть критериев. Первая, полная вероятность, стопроцентная, чтобы был предъявлен сигнал, и дальше шестая категория, минимальная вероятность, там нулевая, да, чтобы был предъявлен сигнал. И промежуточные категории, там, ну, например, равномерно распределённые только одно. И, соответственно, каждая, естественно, категория имеет свою вероятность, нулевая и промежуточные, и между ними разделяющие границы и те критерии решения, которыми пользуются наблюдатели. Вот эта схема используется, значит, в большинстве моделей. Вот, значит, это одна из моделей. Я всё-таки, значит, это в Феррео Баризоне. Мне ещё была очень серьёзная модель разработана в Швеции. Сейчас я о ней не буду говорить. Я хочу сказать ещё об одной модели, я сейчас не могу упомянуть, где используется вот теория обнаружения и вот этот вот динамический подход с накоплением свидетельств. Это очень важно. Вот эта категория свидетельств и идея накопления свидетельств, она использует в объединении с представлениями теории обнаружения очень интересный результат. Это вот модель 2010 года. И ещё, самую последнюю скажу, это просто самое интересное. Модель опубликована в 2011 году в журнале Nature, который я никогда не читала. И спасибо коллеге, который мне её показал. Модель, основанная на теории обнаружения, вот на нормальном распределении, про принятие решения и уверенность в сложных военных и политических решениях. В основном форуме. Так вот, проследив, значит, проследив на большом материале решения в военных и политических ситуациях, конфликтах в частности, они обнаружили, что чаще всего там сверхуверенные вот эти полководцы, военачальники, политические деятели, они чаще всего сверхуверенные. Вот, вот это вот. Сверхуверенность. Когда у них есть выше, чем правильность. Да, и вывод совершенно парадоксальный для меня неожиданен, что это эволюционно, на животных они это прослеживают, и вот на политических решениях, что это эволюционно не случайно закрепилось, не случайно стало таким распространенным в человеческом сообществе, потому что вот эти вот сверхуверенные решения, они более быстрые, чем адекватные уверенные или недостаточно уверенные, они дают перевес во времени, да, они ведут часто к ошибкам, но иногда риск ошибок как бы ниже, чем выигрыш. Ну, в военных, мне, когда я делала такой доклад, как раз просили, но в военных-то решениях часто нужно быстро-быстро решать, быстро решать, действительно часто. И вот эволюционные, это часто. Так вот, что здесь очень важно? Использована схема теории обнаружений. Вот, вот это вот распределение. Но не сенсорное впечатление человека от предъявления, предъявленных сенсорных стимул, а нормальное распределение, не только нормальное, там бинамиальное распределение любого другого вида представления субъекта, не обязательно человека, но и животного, о своих ресурсах и возможностях. Вот. И вот таким распределением, не обязательно нормальным любого вида нужно, описывается представление о своих возможностях. Там вводятся критерии принятия решения, относительно которого оценивается в ситуации, если информация там больше критерия, да, я принимаю решение, если поступившая информация меньше критерия, я отвергаю это решение. И, что еще важно, что тоже взятое из теории обнаружения, для выбора критерия используются цены ответов, а именно премии за правильные ответы, выигрыши, штрафы за ошибочные ответы и пройдыши. Теория обнаружения, если в следующий раз будет, я это подробнее, сколько комплеканизм работает. Таким образом, штрафы сдвигают критерии в сторону более строгих значений, то есть решение принимается очень взвешенно и там, очень более редко, более редко. А премии за правильные от этого, например, наоборот, сдвигают критерию более лидерально, в мягкую сторону. И тогда решение принимается чаще, но там быстрее. И вот эти платы и штрафы, как премии, как премии и штрафы, они, как механизм управления критерием, используются вот в этой вот модели, которая описывает, применяется сложных, но вичные политические решения. Дура.